С 1 декабря что мы будем получать? Они сначала сейчас запустили, что не выписывать вообще, ничего не выписывать. Молочки закрывает, закрывает, а потом сказали выдавать. Анастасия ходит на молочную кухню уже почти два года. Получает для маленького Артёма смеси каши, творог и кефир. Но в ноябре педиатр заявила, кисломолочка семье с доходом ниже прожиточного минимума больше не положена. Претендовать на бесплатные продукты могут только дети с низким гемоглобином, недостатком веса и роста. С 1 декабря нам выписали рецепт только на каши. Так нам сказал педиатр, что молочку выписывать не будут. Есть, конечно, которые не могут даже себе позволить этого купить. Очень выручала молочная кухня. На молочной кухне старшая медсестра разводит руками. Слухов много, сама уже окончательно запуталась, кому выдаёт продукты. То ли малоимущим, то ли семьям с маловесными детьми. Говорит, слова мамочек, которые посещают этот раздаточный пункт в Академии, сильно разнятся. Ограничения разбираются они с докторами. У нас документ, это вот рецепт. Вот рецепты мы на них выдаём. Чтобы разобраться в этой сложной истории, красноярки собрали более 500 подписей и направили обращение к депутатам законодательного собрания. Они надеются, что народные избранники смогут внести ясность и возобновить обеспечение кисломолочкой всех нуждающихся. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости.